Как проверить бачок охлаждающей жидкости на герметичность? Интересно, смотрим дальше. Если вы увидели, что ваш автомобиль подтекает, первоначально обратите внимание на уровень жидкости в резервуаре охлаждающей бачка. Зачастую это видно с первого взгляда, если ваш бачок новый и имеет прозрачность. Если же у вас автомобиль уже чуть постарше и ваш бачок имеет желтый цвет, через который уже не видно, есть ли жидкость в нем, то вам придется открутить крышку очень аккуратно, если автомобиль горячий. Если же автомобиль охлаждающая жидкость уже холодная и автомобиль уже стоял, вы откручиваете крышку и заглядываете внутрь бачка. Обычно жидкость занимает 2 трети уровня бачка. Если у вас все в порядке, то все равно через некоторое время обратите внимание на этот бачок. Посмотрите еще раз, какой там уровень охлаждающей жидкости. Также нужно не забывать, если вы сначала проверяете уровень охлаждающей жидкости при холодном двигателе, то при повторной проверке убедитесь, что она тоже остыла. Так как я думаю, вы знаете, что жидкость может расширяться. Да, она, когда она сама горячая. Если при второй проверке уровня жидкости ниже, то у вас в действительности есть утечка. И уже после этого я рекомендую вам обратиться на ближайшее СТО, на котором вам должны будут вместо крышки накрутить специальный переходник с манометром, накачать давление в вашей системе. Оно будет чуть больше превышать, чем создает давление помпа. И таким образом они смогут выявить утечку либо вашего бачка, либо самой системы охлаждения. Ведь я думаю, вы знаете из прошлого моего видео, что подтекание охлаждающей жидкости бывает как при рабочей помпе, так и когда автомобиль стоит и двигатель не работает. В таком варианте только с помощью давления можно найти утечку. И зачастую с такой проблемой приезжают те, у кого утечка находится в прокладке блока цилиндров. Когда после выкручивания свечи под давлением жидкость попадает с таким напором в камеру сгорания, что приходилось наблюдать, больше половины цилиндра была заполнена охлаждающей жидкостью. Думаю, в моей рекомендации помогут вам найти утечку. Охлаждающей жидкости. Если это так, если эта информация была вам полезна, подпишитесь на мой канал, поставьте лайк и до новых видео. Не забудьте подписаться. Убедитесь, что вы подписаны именно на мой канал. Проверьте вашу подписку еще раз.